Всем привет, дорогие друзья! С вами Яксенанус и сегодня мы будем проходить вторую доту. Да, именно будем проходить. Сегодня у нас небольшое обучение в базе знаний. Первое, что я хочу сделать, это, конечно же, пройти базовые механики. Это, надеюсь, получится интересно. И, в принципе, тем, кто никогда не играл в доту 2, это видео будет немного полезным. Так что, поехали, посмотрим, что нам тут уготовано судьбой, как говорится. Команда и герои. Окей, это первая стадия. Поехали, ребятки. Сейчас по ходу дела будем все читать, изучать и, конечно же, покажу несколько фишечек, которые я, в принципе, знаю, которые я юзаю. Поехали. Окей. В этом руководстве вы будете управлять луном, быстрым героем, который атакует врагов с небольшого расстояния, призывает с неба разрушительные лучи. Вы сыграете за команду сил света против сил тьмы. Продолжить. Что тут у нас? Фонтан, источник лечения. Для вашего героя каждая игра начинается на союзном фонтане. Если вы погибнете в бою, то также возродитесь здесь. Находясь возле фонтана своей команды, ваш герой быстро восстанавливает здоровье. Это понятно. Поехали. Управление героем камер. Это все понятно. Управлять вы знаете, надеюсь, как, да? Окей, давайте читать. Будем тогда все читать, так как, ну, будем максимально для новичков, окей? Чтобы можно было, так сказать, затянуть кого-нибудь еще сюда. Кристину сейчас затяну. Сюда. Будем играть. Приказы на передвижение в указанное место или атаку выбранного объекта отдаются нажатием правой кнопкой мыши. Камеру можно двигать, подводя указатель мыши к краю экрана. В любой момент можно вернуть камеру к своему герою, нажав клавишу Space. Я так не делаю, потому что на Space у меня бинды. Я обычно камеру возвращаю либо на нажатие самого персонажа, вот здесь на иконочку персонажа, вот здесь, либо на F1 или на единицу. Окей, продолжить. Первое задание, которое нам дают. Перемещение главного героя правой кнопкой мыши. Вот идти сюда нужно к древу. Поехали. Окей, прошлись. Защищайте древнего любой ценой. Это ваш древний, древний сил света. Окей, это понятно. Чтобы выиграть, ваша команда должна уничтожить вражеского древнего, прежде чем противник разрушит вашего. Окей, продолжаем. Всегда тратьте начальное золото. В начале каждого боя игроки получают... Ой, в начале каждого боя. Ну, в начале каждого матча, будем выражаться так. Игроки получают немного золота. Обязательно потратите его в лавке, прежде чем идти в бой. Лавка находится позади, возле фонтана вашей команды. Направляйтесь туда. Окей, погнали. Двигаемся правой кнопкой мыши и делаем что? Правильно. Открываем лавку на Alt-E. Я знаю, вы это уже выставили. И, конечно же, лавка у нас уже открыта. Читаем. Снарядите героя в бой. Каждый предмет дота 2 имеет свое предназначение. Одни позволяют лечиться, другие пассивно увеличивают силу героя. А некоторые даже дают уникальные способности. Помните, что в лавке есть список рекомендуемых предметов для вашего героя. Если вы учитесь играть, советуется покупать, конечно же, предметы из этого списка. Это понятно. К слову, предметы из этого списка будут у вас выпадать вот здесь, ребятки. Это все понятно. Alt-E, Alt-E. Это у нас открыть и закрыть, как мы уже выставили в прошлом видосе, так сказать, лавочку. И погнали. Правой кнопкой мыши, покупаем предметы. Окей, нажимаем. Раз, тангусик взяли. Вот это у нас предметы, которые у нас рекомендованы. Но нам нужно на начальную стадию купить расходники. Это понятно. Давайте покупать. Правой кнопкой мыши берем. Берем, что нам рекомендовано. И все, все скупили. Начальные предметы помогают выживать на поле боя. Некоторые начальные предметы позволяют восстанавливать здоровье или манну. Но танго позволяет поглотить выбранное дерево и медленно вылечиться. Healing Slave постепенно восстанавливает большее количество здоровья. А Clarity медленно восстанавливает большое количество маны. Помните, эффекты Healing Slave и Clarity прервутся, если вражеский герой нанесет вам урон. Но не крипы. Крипы здесь не сбивают. И товара тоже не сбивают этот хилл и мана рек. Теперь окей. У нас тут есть три линии направления атаки. Поле боя пересекают три линии, соединяющие базы обеих команд. Верхняя, центральная, нижняя. Это вы все, в принципе, знаете. Это жанр моба и тому подобное. Так, мы закупились. И нам теперь предлагают пойти на центральную линию. Let's go. Посмотрим, что у нас там. Ну, подойдем к центру. Правой кнопкой мыши передвигаемся. И подходим сюда. Окей, выправлено. Крипы-пехотинцы. Пехотинцы вашей команды, которые называются крипами, появляются на всех линиях рядом с границей базы. Каждые 30 секунд крипы всегда идут в сторону вражеской базы. Атакуют всех существ противника и его постройки на своем пути. Это мы все знаем. Битва начинается. Следуйте за крипами. Сейчас появится волна крипов. Последуйте за ними и помогайте им в бою. Давайте крипам принимать удары врага на себя. Когда все крипы умрут, вам следует отступить и перегруппироваться со следующей волной. Окей, продолжаем. И поехали. Крипы у нас выходят. Погнали. Вместе с крипчиками. Идем на центральную линию. Крипов можно еще поблочить. Немножко, чтобы они чуть-чуть опоздали на лайн. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы занять более удобную позицию. Я так как, ну, немного такой, ну, можно сказать, чуть-чуть опытный игрок, могу это, в принципе, сказать. Получайте опыт от сражений неподалеку. В отличие от золота, опыт делится между всеми союзниками неподалеку, независимо от того, кто добил врага. Получая опыт и повышая уровень, вы сможете изучать и усиливать способности героя. Это мы все, в принципе, знаем. Крипа добили, экспу получили. Нападение. Просто нажимаете правой кнопкой мыши на врага. Чтобы атаковать врага, нажмите на него правой кнопкой мыши. Получив приказ на атаку, ваш герой будет выполнять его, пока не получит другой приказ или пока враг не умрет. Продолжаем. Это все понятно. Крипов нужно стараться, ребятки, ластхитить, при этом ластхитить всех крипов и своих и чужих, для того, чтобы не давать врагу experience, вы должны, конечно же, добивать своих крипов А. Для того, чтобы получать золото, нужно добивать вражеских. Это я добавляю чисто от себя, это все понятно. Ластхитить можно по-разному. Ластхитить через С, ластхитить через Х, ластхитить через А. Применяя все три умения ластхита, вы сможете улучшить свой микроконтроль по добиванию крипов. Многие, наверное, ребята, не понимают, о чем я говорю, если микроконтроль, макроконтроль, да, это все можно узнать по сленгу доты, то есть у меня есть видосик еще отдельный, сленг доты, но он относится к первому, так сказать, к первой доте, но там все сленги первой и второй доты, они, в принципе, контактируют, поэтому, если кому не понятно, можете посмотреть этот видосик. Смотрите, у нас выпал левел второй, мы, так как допивали крипов, мы получили экспу, и, соответственно, у нас есть один атрибут, который мы сейчас бы не вкачали. Новые особые умения, окей, получив уровень, ваш герой зарабатывает очко, которое можно потратить, очко можно потратить, oh, so fucking deep, да, понимаю, потратить на изучение или улучшение одной из его способностей, извините, кстати. Учтите, что ульт особую способность, учтите, что ульт особую способность героя нельзя изучить до шестого уровня, нажмите на золотую кнопку плюс над способностью Loots and Beam, чтобы изучить ее. Не обязательно нажимать эту кнопку, как я уже говорил, можно прокачать через Ctrl и Hotkey, сейчас мы прокачаем через Ctrl-C, то есть все вы помните, прошлое видео, в котором я записывал, то есть есть особая такая приколюха во второй доте, что можно прокачивать способности, не нажимая на иконки. Продолжаем, нажимаем Ctrl и C и прокачали способность, есть у нас Loots and Beam. Далее, активные и пассивные способности, чтобы использовать способность, сначала нажмите клавиши, указанную над иконкой способности, а затем выберите цель левой кнопкой мыши. Для использования способности обычно необходима мана, пассивные способности, например, Lunar Blessing, это у нас третий спелл, работает всегда и не требует маны, это понятно. Использовать мы будем все способности по Hotkey, то есть у нас Loots and Beam, это первая способность, она по Hotkey и мы, естественно, будем использовать ее по Hotkey. Но попробуем тогда уже заласхитить крипи, я так сказать, первым спеллом. Отлично, у нас все получилось. Отступайте, если вас атакует башня. У башни много здоровья, а ее атаки наносят большой урон. Обычно она выбирает цель ближнюю, то есть, ну, вражеское существо, да, и атакует его, пока тот не погибнет или не выйдет за пределы досягаемости. Если вашего героя атакует башню, следует отступить, иначе вы можете пострадать. Ну да, когда под тавером стоите и хапаете, тут нужно как бы думать и отходить, конечно же, подальше. Чтобы завершить обучение, разрушите башню. Окей. Так, ну что, давайте пушаете, да, делать-то да. Не обязательно, когда вы пушите, ломать всех своих крипов, желательно подсобирать как можно крипиев и погнали ломать центральную линию. Это у нас такое первое задание, ребятки, которое мы, так сказать, проходим. Ломаем Тэшку. Ух, крипы как злые там вообще, слышали? Чисто побежали. Злые крипи. Душаем. Прокачаем левел сейчас немножко, и, конечно же, будем ломать Тэшки. Все равно такие ластхиты... Ластхит, конечно, в отличие от первой доты, тут намного приятнее. Можно немного, так сказать, побаловаться. Можно так, так сказать, немного прикайфовать от того, какой тут простенький ластхит на самом деле. Потому что тут можно отменять атаку намного легче. То есть тут можно вот вообще, вот, посмотрите на анимацию. То есть вот так вот надраконивать. Да, это очень круто. Сейчас ломаем Тэшку и пойдем. Я взял лейвы, чтобы можно было побыстрее, так сказать, подпушивать крипов. Эта вся тема очень интересна. Как, в принципе, и в первой доте. Давайте уже, в принципе, закончим это обучение. Уничтожаем центральную башню. У нас тут немного ХП остается у нее. Не забывайте, что в доте 2, как и в первой доте, работает такая тема, что если вы не атакуете Тавр, соответственно, он не бьет. Обратите внимание, как я вот здесь в этом моменте бил Тавр, дал ему лишнюю тычку. Я дал Тавру переагриться на крипа дальнего боя. И еще успел дать одну дополнительную тычку. Если бы я не прерывал свою атаку, а просто стоял и бил, то, конечно же, Тавр бы на меня переагрился и наносил бы мне урон. Что мне, конечно же, не хотелось бы. Возьмем третий и душим Тэшку. Тэшку, конечно, желательно заласхитить и получить за нее как можно больше золота. За Тэшки также дается золото. Ну и, в принципе, все. Обучение первой стадии, так сказать, у нас пройдено. Победа сил света. Все, GG. Victory, как говорится. Это было такое краткое, небольшое, ребятки, обучение для тех, кто совсем, в принципе, не знаком с Дотой. И, опять-таки, пройдя вот это обучение здесь в базе знаний, вы сможете немного подтянуть свое понимание к игре в целом. Что можно тут делать, что нужно делать. И, конечно же, основное именно. База знаний основное. Что вам нужно сделать здесь на линии. И, так сказать, здесь этот помощник вам сможет с легкостью помочь. Ну вот такое вот у нас коротенькое видео получилось, ребятки. Поставьте за него лайк и, конечно же, пишите, что дальше еще подснимать. Я думаю, пока мы вот это все не пройдем, видосы не закончатся. На этом все, друзья. С вами был Ксеназос и до скорого.